друзья приветствую вас на канале тараса березовца и как я обещала свои обещания всегда выполняю с этой неделе мы начинаем выпускать еженедельное обозрение которое называется викли от тараса березовца и помогать мне разбираться в внутриукраинских и международных событиях сегодня будут дональд трамп наш постоянный эксперт и второй эксперт новый джо байден сегодняшнее обозрение мы посвятим как темам внутри украины так и темам международным постоянным информационным партнером моей программы является канал дмитро news ссылку на которой вы найдете под этим видео обязательно подписывайтесь ну а сейчас главным темам выпуска премьер-министр словакии игорь матович влип в громкий скандал в интервью радио экспресс он предложил обменять украинская за карпатье на российскую вакцину спутник 5 ему показалось уместным данная шутка естественно министерство иностранных дел украины не смогло смолчать министр кулеба тут же потребовал извинений а временный поверенный в делах словаки был вызван для аудиенции у министра кулебы в киеве скорости министр иностранных дел этой прекрасной страны попросил извинения украины а за ним это сделал и сам матович в своем твиттере извинившись за неуместную шутку тем не менее эта история приобрела очертания громкого международного скандала связано в первую очередь с тем что это уже не первый зашквар связанный с заявлениями иностранных лидеров в адрес украины ранее подобное скандальное заявление делали ряд польских политиков и политиков из венгрии вполне очевидно что наезды в адрес украины так или иначе связаны с ослаблением ее международных позиций особенно после избрания на пост президента владимира зеленского матович очевидно решился на подобную рискованную шутку прекрасно понимаю что никаких последствий для него она иметь не будет но в конце концов это же не с дональдом трампом шутить или его сменщиком джо байденом где там это украина где ее место на карте интересно что президент владимир зеленский который по чину мил возможность ответить своему словацкому коллеге никакой реакции собственно говоря вообще не озвучил хотя удивительно от бывшего фронтмена квартала 95 можно было бы вполне ожидать какой-нибудь шутки в духе того что матович или его страна как все время он высказывался в адрес украины готова принять со всех сторон будь то от австрии германии венгрии или польши но мы ничего подобного от владимира зеленского так и не услышали скандал с матовичем к сожалению показывает падение авторитета международного украины не только в мире но и даже среди соседних стран которая по своему потенциалу как людскому экономическому и военному и рядом собственно игра не стоили не стояли даже с украиной в ее нынешнем виде хуже того реакция которая должна была воспоследовать со стороны высшего руководства было ну скажем так достаточно сдержанной единственный кто отреагировал на нее был министр иностранных дел дмитрий кулеба не зеленский не премьер-министр шмыгаль никаких заявлений в адрес словакии не озвучили в данном скандале необходимо понимать что позиция таких стран которые находятся самом конце пищевой цепочки евросоюза как венгрия или словакия в значительной мере в любом случае регулируется из брюсселя как любят утверждать в российских пропагандистских сми в таком случае они говорят о брюссельском обкоме или вашингтонском обкоме так вот обращение украины в любом случае должно быть не столько даже к политикам этих стран обращаться нужно напрямую в брюссель там где сидит злой и мотивированный начальный который любит окрикнуть своих взорвавшихся учеников из ново прибывших членов европейского союза и мне кажется главный вывод в данном скандале к сожалению заключается в том что мы очень поздно реагируем и реагируем на самом деле не так представить себе подобное высказывание лидера такой страны как словакия ну в адрес не то что там германии франции но даже польши и венгрии представить себе сложно при том что отношения между словаки и ее соседями в том числе польшей и венгрии не говоря об украине они достаточно сложные учитывая непростое историческое прошлое главная задача украинской дипломатии на данном этапе заключается в том чтобы прецедент с матовичем стал по возможности последним и дабы впредь новым хамом независимо от того какую должность они занимают какую страну они представляют неповадно было аминь анечка жена одиозного лидера оппозиционной платформы за життя виктора медведчука оксана марченко провела очень скрепненькую пресс-конференцию пообщавшись с журналистами а точнее с пропагандистами 3 запрещенных медведчуков ских каналов сама пресс-конференция проходила в одной из студий которая принадлежит одному из подсанкционных каналов и это первый вопрос который мы должны собственно говоря адресовать власти владимира зеленского как же так получилось что каналы вроде как бы находится под санкциями они должны находиться под арестом тем не менее их оборудование их студии абсолютно свободно и в наглую используется представителями оппозиционной платформе за життя и 3 пропагандистских каналов само шоу оксаны марченко которая сейчас размещена на youtube канале на данный момент набрала свыше 350 тысяч просмотров при этом возможность ставить лайки либо дизлайки под видео мы отключена что уже очень много говорит о самом пропагандистском шоу которая длилась в записи чуть более полутора часов оксана марченко самом начале своего выступления посвятила очень длительные пассажи в адрес нынешней власти лично владимира зеленского очень недолго выступив на украинском языке а затем сразу же перейдя на русскую речь что она объяснила собственно говоря протестом она сказал что ты внутренний протест отвечая на заранее подготовленные сервильные вопросы пехов шика дианы панченко анны герман и других представителей трех пропагандистских каналов неожиданно оксана марченко ударилась в православную скрепную риторику объясняю все свои действия действия своих врагов волей божией это выглядело как минимум нелепо особенно на фоне того когда оксана марченко комментируя действия свои своего супруга мультимиллионера виктора медведчука называла себя простыми людьми на скалом очень простые люди да вот у нас есть дом который я построила виктор медведчук шутит что он в преймах оказывается живет что все записано на нее прекрасную тем не менее оксана марченко очень долго путалась объясняем мотивы как она сказала своего вступления в политику целом ее выступление оставила такое твердое впечатление выступления какой-нибудь звезды советской эстрады оля людмила зыкина на отчетно-выборной партийной конференции где-нибудь в выборге в 1963 году настолько это было выдержано в таких пропавших на нафталином советских образцах агитпропа и на самом деле все это смотрелось крайне смешно еще более смешно смотрела записанная перед этим обращение оксаны марченко гражданам украины которая она сделала в двух вариантах в украинском и английском непонятно кому она на самом деле его адресовала что касается общение оксаны марченко с представителем подконтрольных и каналов которые заливали ей или в уши она в ответ делала то же самое в отношении их самое скажем забавное впечатление оставила общение я не могу назвать это даже вопросом общение оксаны марченко с анной герман представители ближайшего окружения виктора и муковича и когда она герману в такой очень крайне льстивой манере высказалась о будущем рассказал что вы будете строить нашу украину наш дом украина это знаете очень сильно напомнила наш дом россия была такая партия в 90-х годах когда-то приближенная к тогдашнему президенту борису ельцину отношение которое имел и возглавлял ее тогдашний премьер-министр виктор черномердин вот такое знаете кандовая такое советское впечатление все это было достаточно еще раз повторю смешно но я думаю избирателям оксаны марченко его позже это зайдет за милую душу мы можем сколько угодно потешаться и удивляться вот этим совковым духом пропаганды которым пропахла оксана марченко и журналисты пропагандисты или как говорят пропагандоны этих трех джековских каналов но к сожалению большая не больше но большая часть избирателей украины именно такого совка они и хотят видеть другое дело что оксане марченко ее мужу виктору медовичку не повезло со своими сторонниками они с удовольствием будут сидеть на диване и кричать путин приходи и ждать этого прихода в прямом переносном смысле но к сожалению для них они никогда не выйдут защищать их в случае возникновения у них проблем как собственно говоря это сейчас и случилось с закрытием их трех пропагандистских телеканалов но оксане марченко без иронии мы можем пожелать большого и долгого плавания на самом деле она должна немножко как-то вот разберегить вот это все болото парламентское и вполне возможно со своей вот этой православной скрепной лексика оксана марченко может еще даже переплюнет по рейтингам своего супруга и других однопартийцев из ОПЗЖ бывший президент франции николя саркози отправляется на нары причем вполне реальные нары суд парижа приговорил бывшего французского президента к трем годам из два из которых он должен отсидеть условно а вот один год это вполне реальный срок нахождения в тюрьме адвокаты саркози тем не менее надеется что им удастся уговорить суд изменить это наказание в таком случае саркози проведет год не в тюрьме а под домашним арестом нося электронный браслет обвинение по которому саркози получил трехлетний срок связаны с так называемым торговлей влиянием проще говоря коррупцией лоббированием незаконным находясь в должности президента саркози еще ранее подозревали в получении грязных денег от ливийского диктатора каддафи но потом заявитель отозвал эти иски данное дело так называемое дело лореаль строится на обвинениях саркози в том что он получил от владелица компании лореаль или бетонкур взятку в 150 тысяч евро пытаясь избежать наказания в дальнейшем саркози стал общаться с судьей по этому делу и предложили ему в обмен теплое местечко в монако если он согласится это дело замять и вот именно перехвачены телефонные переговоры между саркози судьей его адвокатами и явились предметом разбирательств в судебном порядке вместе с саркози также осужден его адвокат а также судья который согласился сыграть эту незавидную делил роль в этом грязном деле но на самом деле на этом неприятности саркози который известен своими крайне теплыми отношениями с российским президентом владимира путина могут не закончится прокуратура франции также расследует еще одно дело связано с так называемым торговлей незаконным влиянием саркози речь идет о том что в 2019 году уже не будучи президентом саркози согласился выступить консультационным советником российской компании resu гарантия которая должна была выплатить ему гонорар в сумме 3 миллиона евро 500 тысяч евро при этом были саркози уже получены так вот что интересно уже даже не находясь в должности президента будучи по сути частным лицом но воспользовавшись своими старыми связями саркози попытался нарушить законы и вот французская прокуратура считает что даже статусе будущего бывшего президента саркози тем не менее совершил коррупционное преступление это кстати очень интересный кейс для рассмотрения в украине где множество бывших народных депутатов бывших чиновникам также пытаются судей бывших также пытаются торговать своим влиянием уже после завершения своей каденции интересный аспект касается того что саркози вместе с герхардом шрёдером к найсль бывшей канцлером австрии входят так называемый круг друзей путина ну конечно сюда еще нужно зачислить бывшего премьер-министра италии сильве беру скони путину удивительным образом удалось собрать вокруг себя по сути создав такую коррупционные достаточно прочные коррупционные связи вокруг себя очень многих топ бывших европейских политиков которые сейчас отрабатывают деньги работая в наблюдательных советах тех или иных российских государственных корпораций будь то газпром вот реза гарантия в данном случае или роснефть эта история немножко напоминает попахивает таким дурным дужком мы также знаем что ряд бывших украинских политиков и депутатов журналистов подрабатывают в крупных украинских государственных монополиях имея миллионные без приучения зарплаты в обмен на их лояльность к режиму владимира зеленского интересная правда параллели напрашивается ну а саркози так или иначе придется осидеть год в реальной тюрьме или что более вероятно под домашним арестом если это удастся скостить его адвокатом впрочем учитывая по-прежнему сохраняющиеся связи с саркози среди французской политической элиты но естественно судейского корпуса исключает того что ему возможно удастся это сделать и удастся скостить эти обвинения в общем-то все это находится в его руках кроме того саркози со своими адвокатами собрался подавать есть печи европейский суд по правам человека для того чтобы отсудить компенсацию у французского правительства ну как говорится флаг ему французский в руки экстренная новость государственный департамент сша вел персональные санкции против олигарха игоря колмойского также членов его семьи дочери анжелики коломойской и израиля цви коломойского им запрещен въезд на территории соединенных штатов америки санкции введены за работу точнее за коррупцию игоря коломойского когда находился в должности главы днепропетровской областной администрации 2014-15 году анонсируя санкции государственный государственный секретарь сша энтони блин кин сказал что игорь коломойский существенно подорвал национальной безопасности украины и способствовал развитию широкомасштабной коррупции используя свое положение в качестве государственного чиновника это мега крутая новость которую я ранее анонсировал своих блогах я предупреждал что санкции которые были введены против ближайшего вооруженности игоря коломойского народного депутата александра дубинского бывшего депутата онищенко и также ряда других лиц являются всего лишь прелюдием и на самом деле игорь коломойский не последний персонаж в этом ряду против которого будут введены санкции в свое время журналисты-расследователи а также отдельные политики обращали внимание на то что расследование которое ведется федеральными органами сша против игоря коломойского за отмывание денег на территории соединенных штатов эти деньги были выведены со счетов приватбанка часть этих денег как утверждали журналисты-расследователи и в частности народный депутат украины владимир арьев свыше 40 миллионов долларов из этой суммы была отправлена на офшорная счета компании которая ассоциировались с тогдашним шоуменом из квартала 95 владимиром зеленским и нынешним шестым президентом украины на самом деле у владимира зеленского выбор не велик американцы ждут возбуждение уголовных дел теперь уже не просто против топ-менеджера приватбанка а лично против олигарха игоря коломойского об этом также указывала в своем недавнем выпуске авторитетное издание зеркало недели если генеральная прокуратура украины и генпрокурор елена венедиктова этого не сделают ответ американцев может быть на самом деле симметричным например следователи фбр могут заинтересоваться отмыванием денег уже не только игорем коломойским но и всеми персонажами на счета которых поступали деньги выведены а по сути украденные у вкладчиков приватбанка в том числе например счетами компаний которые в тот момент могли контролироваться владимиром зеленским интересная правда перспектива также возникает вопрос как будет действовать официальной власти украины в случае поступления официального запроса от федеральных властей сша на экстрадицию игоря коломойского нынешние правовые отношения между украиной сша позволяет осуществлять такие процедуры есть возможность это сделать кроме того сша могут потребовать экстрадиции ряда бывших топ-менеджеров банка в том числе господина яценко который бывший зампредседателя приватбанка который был задержан на минувшей неделе а также господина дубилета который также ему предъявлено обвинение но он скрывается на территории австрии соответственно такой запрос может быть направлен властям австрийской республики какой выбор сделает зеленский интересно такой ситуации выдать коломойского властям сша или позволить ему сбежать на территорию третьей страны которая откажется выдать олигарха американским федеральным органам таких стран на самом деле немного но ближайшие к нам это беларусь или россия правда там тоже в россии коломойского могут вспомнить его слова в адрес российского президента владимира путина которого он 2014 году называл шизофреником и как бы не казалось дорога простая коломойского случая бегства в россию как мы знаем по многим политбеженцам в том числе бывшему министру транспорту рудьковскому которого посадили в россии будущее коломойского случае его бегства на территорию российской федерации может оказаться еще более проблемным в таком случае лучше отъехать на несколько лет все-таки в тихую теплую и спокойную тюрьму где-нибудь там в белавере или в кливленде ну собственно говоря это его персональный выбор перед которым станет не только коломойский но и владимир зеленский но и самое главное против кого совет на безопасности и обороны ведет следующий пакет санкций по логике вещей им должен стать игорь коломойский и топ-менеджеры бывшие топ-менеджеры приватбанка начинает подгорать начинает разгораться спасибо друзья что смотрите этот выпуск викли от трасса березовца такие выпуски будут на канале регулярными также призываю вас подписываться на канал моего информационного партнера дмитро news ссылку на который вы найдете под этим видео с вами был тарас березовец и до следующей недели до следующего выпуска